В своем сообщении я хотел обратить внимание на такую тему, как история служилых инородцев Нижегородского края, поскольку изначально Нижегородский край в широком смысле, то есть Нижегородские Арзамасские уезды были населены разными народами и среди них встречались в том числе служилые люди. Это касается прежде всего служилых татар и мордвы. История формирования Розамасских, Курмышевских, Кодомских, Алатарских и Темниковских служилых татар была рассмотрена Сергеем Борисовичем Синюткиным, однако упор у него делался на историю хозяйственного освоения края, историю населенных пунктов, в то время как участие татар и местной мордвы в военных действиях затрагивалось вкратце и с некоторыми неточностями. Нижегородские служилые татары в узком смысле упоминаются в документах в 60-70-е годы XVI века и затем пропадают. Поэтому судя по появлению с 70-х годов Розамасских служилых татар, я предполагаю, что нижегородские татары были переведены в более южные, более опасные районы и составили затем вот эти вот группы татар Розамасских, Курмышевских, Кодомских и других. Розамасские служилые татары начинают фигурировать в источниках, по крайней мере с 1577 года, что говорит о формировании этой группы служилых людей еще до основания укрепленного центра в Розамассе. По сведениям уже Синеткина, эта группа служилых татар сформировалась из представителей Балаковских, Кодомских, Темниковских и других групп татар. А также предположительно, что их состав также лилась в части, как я уже говорил, нижегородских татар и местных татарских сторожев. Как вот уже в одном из докладов затрагивалась тема села Татарского, о чем мы говорили, я предполагаю, что возможно этот топонин связан как раз с тем, что в середине XVI века в этом месте могла находиться вотчина служилых татар. На Нижегородчине же эти служилые татары предположительно появились с мещеры в течение 2-й, где-то 3-й, 16-го века. Их правительство московское могло переводить поближе к местам боевых действий по мере наступления на Казанское ханство. Ратники из Нижегородской мордвы упоминаются также с середины XVI века. И можно предполагать, что привлекать к военных службе Северную мордву, то есть Эрзию, российские власти начали с началом освоения мордовской земли, что стало возможным после завоевания Казанского ханства к 1557 году, то есть к окончанию Первой Череминской войны. Судя по более поздним сведениям за XVII век, под Нижегородской мордвой подразумевалось именно ясачное население, из которого по норме человек с трех дворов набирались вспомогательные контингенты для российского войска. С основанием же в Розамасе русского военно-административного центра в 1578 году образовалась еще одна группа мордвы, из которой набирались ясачные ратники Розамасская. И, как видно, это в обоих случаях, что с Нижегородской, что с Розамасской мордвой, сугубо административные понятия. Позже, с подачей нижегородского этнографа Мельникова-Печорского, нижегородскую мордву стали именовать терюханами. Кроме того, затрагивается также история Муромской мордвы в связи с военной историей России XVI века. Под этой группой мордвы подразумевается мордовское население правобережья Аки приблизительно на широте Мурома. То есть это приблизительно современный Павловский район. Кроме того, тут еще нужно отметить такой сложный вопрос, как взаимная ассимиляция служилых татар и некоторых групп мордвы, которые уже отмечались в историографии. В частности, имеется такая проблема, как соотношение этнического и социального в понятии служилый татарин, поскольку многие специалисты подразумевают, что в России XVI-XVII веков служилые татары. Это не столько этническое понятие, сколько социальное. И зачастую в него входили представители мордвы, в частности, Кодомские, Темниковские мордвины, также Мурзы и казаки. И они вполне могли, по крайней мере, в глазах российской бюрократии, зачастую записываться в состав именно служилых татар. Сразу надо отметить, что сведения об участии нижегородских служилых татар в последних казанских войнах нам неизвестны. Не удалось их обнаружить также и Синюткину, но он отмечал наличие гораздо более поздних преданий об этом, которые, впрочем, не подтверждаются пока более серьезными источниками. То же самое касается участия нижегородской мордвы в походах Ивана Грозного. Предания имеются, о них уже сегодня говорилось. Но документальных подтверждений этого мы пока не обнаружили. И, возможно, их нет. После завоевания, первичного завоевания Казани в 1552-1557 годах, то есть после взятия казанской столицы и подавления Череминских восстаний, стало возможно приступить к освоению более южных регионов, к югу от Волги, то есть мордовских земель, которые были открыты к набегам со стороны степи, тут же стала проблема обережения от набегов крымских татар и нагайцев, для чего в начале 70-х годов в 1571 году была произведена реформа пограничной службы. С учетом мнения пограничных служилых людей был составлен новый устав, который четко регламентировал пограничную службу, очень четко расписывал маршруты, по которым должны были ездить отряды пограничных сторожей. И на службу на это попали, кроме русских детей боярских, также представители служилых татар и местные мордвы, поскольку они обитали, были привычны к питанию в лесостепных условиях и знали эти места. Первоначально в 70-е и 80-е годы такие пограничные отряды должны были прежде всего проведывать выступления неприятеля и сигнализировать об этом в какие-то ближайшие опорные пункты. Но по мере усиления натиска со стороны степей, отряды пограничные, как дворян, так и служилых татар, были увеличены численно, и на них стала возлагаться уже задача препятствовать продвижению мелких отрядов степняков. Кроме того, после завоевания Казанского ханства Московское царство вступило в серию войн за раздел Ливонии, которые позже были названы Ливонской войной, и в этих войнах приняли участие в том числе татары и мордва, нижегородские, розамасские. Участвовавшие в этих войнах московские войска, российские войска, отличались значительной пестротой в этническом плане, не только потому, что Иван Грозный старался собрать для этих мероприятий как можно больше человеческих ресурсов, но, видимо, и для того, чтобы произвести впечатление на противника большим количеством народов, которыми он повелевает. Ну и в самом же начале военных действий, в конце 1557 года, была собрана рать для нападения на Ливонскую конфедерацию. Номинально рать возглавлял бывший казанский хан Шигалей, и в состав полка левой руки входила Нижегородская мордва, а в сторожевом полку числилась мордва муромская. Численность войска могла доходить до 20 тысяч и выше, но касательно Нижегородской и Муромской мордвы вряд ли их численности могла превышать нескольких сот человек. Основной задачей было нанесение ущерба сельской местности и вынуждение ливонцев принять ультиматум Ивана Грозного. Через несколько лет Ливонская конфедерация после нескольких разорительных походов российских войск прекратила существование, и в дерево ливонского наследия вступило Великое княжество Литовское, с которым, собственно, продолжил воевать Иван Грозный. Уже следующие сведения об участии рассматриваемых мной групп служилых людей относятся к 1562 году. При подготовке к войне тогда царь в пограничные города разослал дополнительные контингенты на случай, если литовцы попробуют нанести упреждающий удар. И 9 марта уже в Смоленске отмечается... В Смоленске было послано рать, опять же, под номинальным командованием бывшего казанского, а ныне, Касимовского хана Шаха Али, а также других чингизитов. И вот в состав этой рать входили служилые татары разных уездов, в том числе нижегородские татары. Воеводом смоленских полков предписалось после окончания перемирия с литовцами, а именно после 25 марта, послать на литовские земли татарских царей с многочисленными, с многими людьми, и с татарой, и с мордвою. Видимо, в состав этих рать также входили нижегородские татары. Ну, собственно, подробности участия нижегородских арзамасских татар и мордвы в ряде походов Ливонской войны я тут опущу, поскольку это такие частности, которые будут расписаны в публикации. Отмечу только, что вот... Повторюсь, что за 1577 год впервые упоминаются арзамасские татары, и в это же время пропадают из источников татары нижегородские. То есть можно предполагать, что к этому времени из районов, непосредственно примыкавших к югу, с юга к Нижнему Новгороду, эти татары были переведены в новообразующийся арзамасский уезд. Вот также можно отметить поход 1579 года. было собрано большое войско, порядка 28 тысяч человек, по некоторым данным. В состав рать входило около 6 тысяч народцев, служило, включая арзамасских татар. По той причине, что Великое княжество Литовское явно проигрывало эту войну Московскому царству в 1569 году произошло окончательное слияние этого Великого княжества с Польским королевством, образовалась Единая Речь Посполитая, и вскоре ее возглавил новый король Стефан Баторий, который сумел реформировать вооруженные силы общего государства и собрать, наконец, войско по численности, сопоставимое с войсками Московского царства. После чего царские рати, наибольший успех которых в Ливонии можно отнести как раз к концу 70-х годов, стали постепенно сдавать позиции и терять завоеванные было земли. Известно, что арзамасские татары и мардвара находились в 1580 году в составе войска князя Хилкова, которая в мае 1580 года стояла в Великих Луках, а затем должно было подвигаться на случай, если литовцы и поляки попробуют ударить по внутренним российским районам. Однако это, как и ряд других группировок, были сильно потрепаны королевским войскам и, вероятно, какие-то потери могли понести также и арзамасские татары. Но подробности нам, к сожалению, неизвестно. Собственно, вот упоминаемые тут военные операции, в которых участвовали нижегородские арзамасские служилы татары и ясачная мардвара, это, в общем-то, пока все сведения, которые дошли до нас об участии нижегородских служилых инородцев иратников в военных действиях того времени. Сведения об участии нижегородских и арзамасских татар и мордвы в черемыльских войнах, то есть в подавлениях восстаний жителей бывшего казанского ханства, видимо, не сохранились. По крайней мере, за несколько лет исследований этой темы нам не попадались. Собственно, вот еще один такой вопрос, на который можно обратить внимание, это материальное благосостояние нижегородских и арзамасских служилых татар. Данных по 16 веку, судя по всему, не сохранилось, однако более поздние сведения от 17 века показывают, что арзамасские служилы татары в основной массе составляли мелких помещиков, которые при наличии у них 30-40 земли могли выезжать на службу уже и в 16 веке, и в 17, разве что намерение или на коне, и с садакам, а те, кто побогаче, то есть с саблей. Для 17 века можно отметить измельчание измельчание татарских поместья и объединение служилых татар. В 16 веке положение было чуть получше, к тому же можно добавить, что по мере военных действий в Ливонии, пока они шли удачно для царского войска, какой-то материальный доход могли получать также и служилые люди, и также и осадочные ополченцы, поскольку грабя Ливонские территории, они могли уводить себе в земли полон, могли добывать какую-то мягкую рухлядь, скот, опять же, по крайней мере. Однако данный вид дохода по мере ухудшения ситуации на войне, он также свелся к минимуму. Кроме того, надо отметить, что служилые татары в 16 веке, как это показывает общая картина, по другим группам служилых татар, которые лучше известны, чем нижегородские, арзамасские, в основном выполняли те же функции в войске, что и русские дети боярские, с той же разницей, что основная масса служилых татар составляла средний мелкопоместных дворян, и из них не набирались элитарные подразделения поместного войска. А так в основном это все те же задачи, то есть разведка, захват языков, разорение территории противника, сопровождение обозов, сопровождение иностранных посольств, в которых были задействованы служилые татары в том числе. И в то же время на ряде вот этих вот в этих видах деятельности незамечены мордовские ратники. То есть ни разу мне не попадалось в упоминании, что мордва сопровождала обоз с провиантом, они не сопровождали иностранные посольства, а также отсутствуют сведения о захвате ими военнопленных. Видимо, по каким-то причинам видимо мордовские воины были менее умелы в каких-то видах деятельности на войне. вот и таким образом вот к сожалению сказать что-то более определенное об боеспособности, боеготовности нижегородских, разомасских служилых татар, что можно было бы сделать, будь у нас какие-то конкретные сведения об их материальном положении, мы не можем. таково собственно вот общая картина истории служилых татар и мордови, нижегородских, муромских и арзамасских, которые получилось на данный момент собрать нам в имеющихся источниках. вот у меня на этом все. Спасибо за доклад. У кого-то возникли вопросы к докладчику? Да, у меня есть вопрос. Давайте. я правильно понял, что русские чиновники могли принять служилого дина служилого татаря. Да, судя по всему, были такие случаи, были такие случаи со служилыми татарами с чувашами, когда бывало, вот путали буквально и иногда записываю человек чуваша, иногда как татарина, могли иногда записать двух родственников, одно и, понятное дело, национальности, но один записывался как служилый татарин, а другой как, например, чуваш. К тому же, вот ряд групп служилых татар, в частности, Кемниковский и Кодомский, они проживали на одной территории с Мордвой, совместно ходили в походы, вот, и исследователи отмечают взаимную ассимиляцию от части служилых татар и часть Мордвой. Понятно. А вот что, по-вашему, для чиновников это просто небрежность, или они видят какие-то фундаментальные отличия между татарином, допустим, Чувашом и в данном случае Чувашином? Ну, скорее, я этим вопросом не занимался, но скорее тут по-разному, потому что антропологически зачастую Мещерские, особенно татары, и Чуваши для русских чиновников могли быть схожи, язык они часто тоже не понимали, что татарский, что Чувашский или даже мордовский. Для них вот были русские люди, это славяноязычные крещённые, подданные московского царя, и были вот инородцы, для определения которых скорее важнее было их социальное положение, то есть тяглое население или служилое. Я понял, спасибо. Ещё вопросы есть у кого-то? Так, единственное, я хотел немножко добавить, что под понятием Нижегородской Мордвы в 16 веке мы понимаем не только Мордвы и Терюхан, потому что Терюхане, они хотя и составляли большую часть Нижегородской Мордвы, но там ещё было две более южных группы у них, это Ватская Мордва в трёх деревнях как минимум вокруг Лада и более большая так называемая Запьянская Мордва. Вот, то есть их было всего 9 групп, 7 действительно составили потом компактную область Мордвы Терюхан, их можно Терюханами так и называть в 16 веке, там различий довольно мало, а вот южнее за Серёжей была Ватская и соответственно дальше Запьянская Мордва, это тоже Нижегородская Мордва, я к тому, чтобы здесь не было немножко такого, потому что Запьянская Мордва она потом превратилась тоже в довольно существенную силу по количеству. Ну и здесь я хотел просто ещё такой вопрос задать, а насколько вообще контингент Меджегородской Мордвы представлял интерес, если допустим по описи 87-88 года их всего-то было там 215 людей, условно говоря, то есть что с них было взять-то с этих 200, или это количественно для 16 века нормальный контингент? Ну даже если человек 10-15-20 можно было собрать какой-то административной единицы, то это уже было важно, поскольку вот есть в разрядных записях, переписных книг, ну вернее в документации военной некоторые населённые пункты или уезды там вот буквально по несколько человек отмечено, но они тоже учитывались, это было важно. Ещё интересный такой случай я вспоминаю в отношении привлечения Терюхана к службе. Дело в том, что в Лукоянове есть улица Терюхани, одна из старых улиц Лукоянова по этому поводу в своё время доклад местного историка и краеведа. И эти Терюхани оказались в Лукоянове именно в связи со службой на засечной полосе. охранной службы и там собственно говоря и остались в память о своей родине улицу назвали Терюхане. Ну или Лукояновцы назвали улицу Терюхане. Вот это один из примеров такого привлечения к службе стационарного. Ну и в отношении концепции, что татарское действительно выводится потому, что было дано вкормление одному из нижегородских служилых татар. эту тему тогда стоит как-то развить, подумать и вообще тему нижегородских татар тоже обратить внимание. Коли такой субстрат особенно в 16 веке мы видим, понятно, что потом все это было перенесено уже на вновь освоенные арзамасские земли. В этом плане идея интересная. Мне кажется, здесь стоит еще поразмыслить над этим. Спасибо тогда, Борис, за доклад и мы движемся дальше.